МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Грипп отступает. Каковы последние данные медиков? Куда потратить деньги? Сегодня стало известно о том, что построят в ноябрьске в этом году. Бег в национальной одежде, прыжки через нарты и заезды на аренях-упряжках. Коренные народы Севера отмечают на этой неделе один из главных своих праздников. Грипп немного отступил. По итогам минувшей недели специалисты окружного Роспотребнадзора зафиксировали незначительное снижение количества больных. В целом по округу их число снизилось почти на 150 человек, опустилось ниже 7 тысяч. Больше всего простуженных зарегистрировано в ноябрьске, свыше 1200 человек. Меньше жителей других муниципалитетов болеют в Красноселькубском районе, всего 60 человек. Кстати, мнение о том, помогают ли прививки предотвратить заболевание гриппом, согласно общероссийскому опросу, разделились. 37% респондентов уверены, что да, 38% что нет. А вот заболев по информации все тех же социологов, россияне чаще предпочитают лечиться сами, а для профилактики простуды и гриппа едят больше овощей, лук, чеснок, лимон или прописывают себе водку с перцем перед сном. Кстати, заболеть гриппом или ОРВИ большинство опрошенных все-таки опасаются. Причем подхватить вирус больше боятся женщины, чем мужчины. Сравнительные цифры вы сейчас видите на экране. Причем обращаться к врачу при первых симптомах заболевания населения не торопится. Если следить за динамикой, то из месяца в месяц она хоть и меняется, но совсем незначительно. В феврале этого года за помощью к медикам обратились 36% опрошенных в марте 41%. А вот заболеваемость острыми кишечными инфекциями на Ямале выросла. Об этом говорили сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. По словам руководителя городского отдела Роспотребнадзора Юрия Полищука, в минувшем году на Ямале зарегистрировано два групповых заболевания детей. В первом случае кишечной инфекцией заболели школьники после поездки в Великий Устюг на зимних каникулах. Их пришлось снять с поезда по дороге домой. Тогда пострадали 14 человек. Второй случай произошел в шестой школе на дымом. В январе минувшего года за одну неделю кишечную палочку подхватили около 50 учеников. В целом по итогам года на Ямале зарегистрировано 6 тысяч заболевших острой кишечной инфекцией. Тенденция роста сохраняется и в текущем году. Не последнюю роль, по словам Юрия Полищука, играет нарушение санитарного законодательства на предприятиях общепита и неудовлетворительное состояние систем водоснабжения. Сотрудника городской администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура выяснила, что нарушения были допущены во время проведения конкурса по выбору подрядчика по капремонту многоквартирных домов. Директор одного из предприятий оказался близким родственником члена конкурсной комиссии. По данному факту прокурор Ноябрьска внес представление главе администрации. Отмечу, с начала года окружная прокуратура выявила 65 нарушений закона при расходовании денег в жилищно-коммунальной сфере. В результате проверок возбуждено 10 уголовных дел, 15 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Сколько и куда денег уйдет по адресной инвестиционной программе? Какие новые объекты появятся в городе, от каких строений придется избавиться? Сегодня тему строительства в городе поднимали на аппаратном совещании. Ирина Потехина знает подробности и ей слово. Ни для кого не секрет, что бюджет Ноябрьска большей частью дотационный. Все основные средства в город поступают из окружной столицы. Но ориентируются в Салихарде, конечно, и на наши потребности, и, естественно, на возможности окружной казны. Так, на реализацию долгосрочной адресной инвестиционной программы Ноябрьск получил почти 209 миллионов рублей. И это только на 2013 год. Распределятся эти деньги по разным направлениям. Почти треть от 200-миллионного пирога уйдет по статье модернизации коммунальных объектов. В частности, на строительство сооружений по очистке подземных вод в микрорайоне Вангапуровский. В 2012 году заключен муниципальный контракт с обществом НЕРОН. Срок выполнения работ по этому контракту 26 апреля заканчивается 2014 года. На строительство объекта в 2013 году выделено ассигнование 73 миллиона рублей. Кругленькая сумма 28 миллионов рублей в буквальном смысле уйдет на свалку. На городском полигоне бытовых и промышленных отходов в районе КС-1 надо построить две новые карты. Иначе Ноябрьску скоро будет негде складировать отходы. Еще 24 миллиона из окружных средств должны обеспечить строительство газопровода в микрорайоне Б-2. 4,5 из 5 запланированных километров газовой трубы, по словам директора ДМЗ, уже в траншее и к концу 2013 года. Об этой статье расходов Ноябрьск должен забыть. Это закольцовка газопровода, предусмотренная для перспективного подключения новая котельная в микрорайоне 10, которая в свою очередь будет обеспечивать теплоснабжение микрорайонов 8 и 9. И планируем поджилую многоэтажную застройку. Еще почти 50 миллионов рублей должны реанимировать строительство спорткомплекса в 9 микрорайоне. Сейчас идет корректировка проекта, которая вызвана изменившимися правилами пожарной безопасности и результатами обследования фундамента. В апреле ДМЗ обещает разместить объявление о конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ, а в мае провести торги. Еще об одном социально значимом объекте, дворце молодежи, который уже много лет стоит не отремонтированным и на который в адресной инвестиционной программе денег пока не нашлось, вопрос поднял представитель губернатора в Ноябрьске Павел Доронин. Он предложил подсчитать, во сколько обойдется ремонт хотя бы одного концертного зала, раз уж нет 160 миллионов на ремонт всего здания. К слову, средств по информации ДМЗ не хватает и на строительство нового здания УВД, и на новые трансформаторные подстанции, и на реконструкцию коррекционных учреждений. И восполнить этот денежный дефицит Ноябрьск может только за счет окружных средств. Ирина Патихина, Григорий Куроптев, новости нашего города. Размер соцвыплат индивидуальных предпринимателей пересчитают. Такое поручение правительству после встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателем Борисом Титовым дал президент России Владимир Путин. Соцвыплаты были повышены в 2012 году. Это привело к тому, что в России стремительно стало уменьшаться число представителей малого бизнеса. Прежде индивидуальные предприниматели направляли на взносы сумму примерно 17 200 рублей в год. Теперь это 35 600. Надо сказать, что повышая сумму взносов, правительство намеревалось получить в бюджет дополнительные 5 миллиардов рублей. Однако реальные потери бюджета от ухода индивидуальных предпринимателей с рынка уже превысили 13,5 миллиарда. Кроме того, Титов предположил, что часть бывших бизнесменов теперь будет регистрироваться на бирже труда и получать пособия для безработных, что также грозит бюджету новыми убытками. И это еще не все. Кроме всего прочего, мы лишаемся сервисов, которые не могут обеспечивать ни средние, ни крупные компании. А это те сервисы, которыми наши граждане пользуются каждый день у себя рядом с домом. Мы бы очень просили, если это возможно, приостановить или вернуть это решение по повышению социальных выплат. Потому что мы должны пойти навстречу бизнесу. Обратился к главе государства Титов. Встреча двух ноябрьских приятелей закончилась трагически. Отдохнуть, поговорить и выпить мужчины решили в гараже, который находится в комплексе Ханто-2. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора, которая закончилась для хозяина гаража ударом полена по голове. От полученной черепно-мозговой травмы он скончался на месте. Сотрудникам уголовного розыска УМВД по городу Найярск в течение суток удалось провести оперативно-розыскные мероприятия, результатом которых явилось установление лица, причастного к совершению данного преступления. Как оказалось, это товарищ погибшего, с которым они распивали спиртные напитки, и между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый уже в настоящее время нанес своему товарищу удар палкой по затылку, отчего он впоследствии и скончался. Сам обвиняемый свою вину в настоящее время признал активно сотрудничать со следствием. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в изолятор временного содержания города Найярск. В 2013 году, по словам сотрудников полиции, увеличилось число интернет-мошенничеств. И даже появился новый вид. Некоторые злоумышленники теперь запускают вирусы целенаправленно. Рост очевиден этих преступлений. Причем используют вредоносные компьютерные программы, которые внедряются в системный блок пользователя. К примеру, главный бухгалтер, который формирует платежное поручение. Вот эта программа вредоносная, Троян, как ее называют, она формирует платежное поручение и отсылает ее в банк, соответствующий на оплату. Интересы какого-то юридического лица. У таких уже два факта выявлены. А еще за март этого года зарегистрировано 16 фактов перевода денежных средств мошенникам. При этом суммы, которые жители города перечисляют на счета аферистов, довольно внушительные. К примеру, одна из потерпевших добровольно отдала 195 тысяч рублей, спасая своего сына, который якобы попал в ДТП. В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, мошенничество в сети интернет, с банковскими картами, сотрудниками ноябрьской полиции проводится профилактическое мероприятие, в ходе которого жителям города распространяются памятки о совершении данного рода преступлений и о способах правомирной защиты. Отдел МВД России по городу Ноябрьску обращается к жителям с просьбой внимательно изучить данные памятки, рассказать родственникам и друзьям, а также быть бдительными и не поддаваться на ловки мошенников. Продолжим после блока спортивных новостей. Сегодня в Ноябрьске стартовал традиционный турнир по мини-футболу под названием «Двор без наркотиков». Участие в состязаниях принимают 12 команд, в том числе и молодежный состав «Газпромнефти». В течение четырех дней участники будут выявлять сильнейших на мини-футбольной площадке, а итоги соревнований подведут 28 марта. Впрочем, как утверждают организаторы, главное здесь не победа. Есть хорошие призы для всех участников. Все участники, независимо от занятых мест, будут поощрены. Сборная России на стадионе Стэнфорд-Бридж сыграла в ничью в товарищеском матче с самыми титулованными футболистами в истории на международной арене – бразильцами. И хотя россияне сразу же обрушили на ворота соперника шквал атак, открыть счет удалось только во втором тайме, отличился Виктор Файзулин. Однако удержать своего преимущества наша сборная не смогла. В самой концовке встречи команда пропустила обидный гол. На 90-й минуте Марселло прошел по флангу и прострелил в центр. Габулов в падении до мяча не дотянулся, и Фред с трех метров беспрепятственно расстрелял уже пустые ворота. 1-1. Таким образом, сборная России во второй раз в своей истории сыграла в ничью с Бразилией. До этого поединка статистика для нашей команды была неутешительной. Три поражения и один мирный исход. Коренные народы Севера на этой неделе отмечают один из главных своих праздников День Оленевода. Первый уже более 40 лет торжественно проходит в сельском поселении Русскинская, где и зародилась традиция его празднования. Правда, если изначально его посещали всего несколько сотен человек, то сегодня эта цифра разрослась до 6-7 тысяч. На праздники побывала и наша съемочная группа. Основные гуляния развернулись на главной площади поселения. Около 300 представителей малочисленных народов Севера испытывали свою ловкость, меткость и силу в национальных видах спорта. Беги в национальной одежде, прыжках через нарты, бросание тензиана на хорей. В этом году к уже существующим конкурсам добавились новые. Перетягивание палки и каната, бой на бревне. Здесь же выступали аэронавты и парашютисты. Но самое яркое событие праздника развернулось на озере. В этом году посоревноваться в оленях гонках решились 50 наездников. Из них 18 женщин. Такую высокую явку объяснить легко. Главный приз – снегоход «Буран». Вещь в лесу крайне необходимая. Но чтобы его получить, надо постараться. Несмотря на то, что участники целый год готовят животных, приучая их к скоростным забегам, олени в большинстве случаев пугаются людей и сходят с дистанции. Раньше выигрывала, а сейчас олени крутят и крутят. Нет, не получается. Надо учить постоянно, чтобы они приучились. Передового надо учить. Я бы не сказал, что кому-то из них сложнее, кому-то нет, потому что управлять оленем у нас бывает, что и женщины лучше управляют, чем мужчины. Поэтому тут как бы не сказать, что кому-то сложнее, кому-то. Это индивидуальный подход к оленям у каждого. Поэтому главную роль здесь играет не просто быстрота оленя, но и мастерство, и опыт наездников. В этом году, как и в прошлом, лучше стала семья Лемпиных. Давайте дружно поаплодируем. Лемпин Александр Станиславович. Первое место. Гонки на оленях и прожках. Снегоход «Буран». Аплодисменты. Все подарки были представлены «Газпромнефть» на ябрск нефтегазом. Всего на празднование общество выделило 600 тысяч рублей. С коренным населением работаем по экономическим соглашениям, поэтому стараемся, значит, в полной мере обеспечить по экономическим соглашениям. Туда в комплект экономическим соглашением входит снегоход «Буран», электростанция, лодочный мотор, бензопилы и также финансовые компенсации. И если для коренных народов Севера день оленевода – это возможность показать свои умения и пообщаться с родственниками, то для городских жителей шанс познакомиться с колоритом жизни аборигенов и набраться новых впечатлений. Первый раз приехали, ожидаем впечатлений. Покататься на оленях, наверное. Яркие впечатления. С внучкой, дочерью, женой гуляем, смотрим, радуемся, отдыхаем. В 6 утра приехали, впечатления моря. Первый раз попали. Живем здесь 20 лет. Первый раз увидели канта, оленей, детей. Все хорошо. Ну а как только соревнования закончились, участники да и гости праздника пустились в пляс. Для них организовали дискотеку. Оксана Зайчакова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Ну и последние подведены итоги традиционного фестиваля КВН среди работающих молодежи Ноябрьска. Участие в нем приняли 6 команд. В программе два конкурса фристайл и разминка. По итогам фристайла команда, сочиняя мечты «Газпром нефти» и ее постоянный соперник сборная Ноябрьска набрали одинаковое количество баллов. Исход игры решила разминка, в которой победила более опытная команда. В итоге сборная Ноябрьска на первом месте, сочиняя мечты на втором. И на сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. С новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 27 марта в Слехарде облачно, без осадков. Ветер восточный, температура 16 градусов мороза. В Муравленко облачно с прояснениями. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Температура 12 градусов ниже нуля. В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Температура минус 11 градусов.